Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков, и в данном видео я продолжаю зачитывать показания Константина Игнатова, которые он дал во время судебного процесса по делу Марка Скотта, который обвиняется в отмывании 400 миллионов долларов для компании Ван Коин. КОНСТАНТИНА ИГНАТОВА Я в этих видео всего лишь перевожу показания Константина Игнатова с английского на русский. При желании вы можете в описании к этому видео найти оригиналы стенограмм судебных заседаний и либо сами прочитать, если знаете английский, либо через гугл-переводчик сделать свой собственный перевод. В чем проблема-то? Если вам показания Константина Игнатова не нравятся, где он говорит, что Ван Коин это мошенничество, что Ван Коины ничего не стоят, что это пустышка, что курс Ван Коина устанавливался самой компанией, а не регулировался балансом спроса и предложения и тому подобное. Если вам эти показания не нравятся, если вы с ними не согласны, так Андрей Жариков-то тут при чем? Может быть, вы прогоните этот текст через гугл-переводчик и будете возмущаться против гугл-переводчика, что он вам неправильно текст перевел? Ну и кроме того, если вы так верите в компанию, если вы там считаете, что Константин Игнатов врет, так пожалуйста, поедьте на судебный процесс и выступите в защиту. Скажите Константину Игнатову в лицо, что он врет, что он поливает грязью великую компанию, которая создала уникальную криптовалюту. В чем проблема? Вы такие смелые только в комментариях, а слабо выступить в суде в защиту великой грандиозной компании? Давайте. Было бы интересно на это посмотреть. Итак, продолжаем знакомиться с показаниями Константина Игнатова. 6 ноября 2019 года. Допрос Константина Игнатова прокурором Фоли. Господин Игнатов, вчера вы упомянули, что в какой-то момент ваша сестра Ружи исчезла. Это так? Да, это было в октябре 2017 года. Хорошо, мы скоро обсудим это более подробно. После исчезновения Ружи вы продолжили работать в OneCoin? Да, продолжил. Где вы жили, когда исчезла Ружа? Я жил в одном из особняков Ружи. Вы владели этой собственностью или она принадлежала Ружи? Она принадлежала Ружи. Ружа дарила вам что-нибудь ценное за то время, что вы работали в OneCoin. Однажды она купила мне одежду более дорогих марок, потому что сказала, что я недостаточно хорошо одет, когда нахожусь рядом с ее друзьями и деловыми партнерами. Другой раз она подарила мне дом, в котором живут мои родители. Дом, который она вам подарила, сколько примерно он стоит? От 150 до 180 тысяч. Евро? Долларов. После исчезновения вашей сестры, изменилась ли ваша должность в OneCoin или она осталась прежней? Изменилась. Что именно изменилась? Я стал одним из топ-лидеров OneCoin. После того, как вы стали одним из топ-лидеров OneCoin, ваша зарплата изменилась или осталась прежней? Зарплата осталась прежней. Каковы были ваши основные обязанности, как одного из топ-лидеров OneCoin? Я выступал на мероприятиях, встречался с лидерами, а также у меня была возможность принимать некоторые решения. Когда вы говорите о принятии решений, какие типы решений вы принимали? Например, маркетинг или увольнение и прием на работу сотрудников. На протяжении всего этого времени вы поддерживали связь с Ружей? Нет. Вы говорили о том, что были на связи с Ружей? Да, говорил. Почему вы так говорили? Я говорил так партнерам, чтобы все думали, что в компании все идет своим чередом и все в порядке. Кому вы говорили о том, что все еще поддерживаете связь с Ружей? Всем, кроме моих родителей. Как один из топ-лидеров компании, по сути, вы продвигали мошенническую схему. Да. Что еще вы делали, чтобы мошенничество продолжалось? Я выступал на мероприятиях в OneCoin, говорил, что все еще поддерживает связь с Ружей, говорил, что она все еще принимает решения. Также я обещал, что все произойдет в определенные даты. Когда вы обещали, что все произойдет в определенные даты, что именно вы имели в виду? Например, открытие биржи. Выполнил ли OneCoin свое обещание открыть биржу? Нет. Константин Игнатов давал эти показания еще в ноябре 2019 года. На тот момент биржи не было. Прошло еще пять месяцев. Наступил апрель 2020 года. Биржи все так и нет. До исчезновения Ружи. Был ли кто-нибудь из инвесторов OneCoin недоволен компанией? Да, многие. Почему они были недовольны? Они были недовольны тем, что компания давала обещания, которые никогда не выполнялись. После исчезновения Ружи недовольство инвесторов OneCoin уменьшилось или увеличилось? После ее исчезновения все стало еще хуже. В чем именно стало хуже? Например, в начале 2018 года мне стали звонить по телефону и угрожали меня убить. Люди говорили мне, что если что-то пойдет не так с OneCoin, и если обещания не будут выполнены, они убьют меня. Помимо угроз, которые поступали вам по телефону, были ли еще угрозы? Да, первый случай был в марте 2018 года, когда я подошел к своей машине после работы. Кто-то приставил пистолет к моей спине, и меня заставили сесть в минивэн. Потом меня вывезли в пригород Софии, где меня избили, сломали палец и наставили на меня пистолет. И мне сказали, что если Ружа исчезнет с деньгами, то эти люди вернутся и убьют меня. А если я пойду в полицию, то они отрежут мне часть тела. Были ли еще подобные ситуации? Осенью того же года мне позвонил человек, представившийся высокопоставленным членом группировки «Ангелы Ада», и сказал, что я должен приехать в Цюрих, Швейцария, чтобы ответить на его вопросы и вопросы его партнеров. И что если я не приеду, он сказал, что для меня это плохо кончится. Я приехал туда, и мы встретились с ними в гостиничном номере. Они наставили на меня пистолет, затем вставили ствол пистолета мне в рот и сказали, что все обещания, которые я дал им, должны быть выполнены. И сказали мне, что деньги, которые они вложили в компанию, намного дороже, чем моя жизнь. После тех инцидентов вы продолжили работать в OneCoin? Да. За то время, что вы работали в OneCoin, слышали ли вы о том, что кого-то из участников OneCoin арестовали? Да, например, я слышал об аресте Марка Скотта, Себастьяна Гринвуда и некоторых лидеров сети. Вы понимали, в чем именно обвинялись эти люди? В большинстве случаев это было обвинение в мошенничестве. За то время, что вы работали в OneCoin, слышали ли вы о том, что в связи с OneCoin кто-то давал взятки? Да, я слышал, что давали взятки, особенно в Азии. Что интересного мы узнаем из показаний Константина. Прокурор спросил его, на протяжении всего этого времени вы поддерживали связь с Ружей? Нет. Но вы говорили о том, что были на связи с Ружей? Да, говорил. А почему вы так говорили? Я говорил так партнерам, чтобы все думали, что в компании все идет своим чередом и все в порядке. То есть создавалась видимость, стабильность, что все нормально. Помните, как в той песне «Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо». То есть Ружей в компании нет уже с октября 2017 года. Никакой связи у Константина с ней не было, но он всем продолжал врать. С какой целью он врал? Ну, просто создать видимость, что все нормально, все хорошо, компания работает. И вот представьте, Константин врет на мероприятиях всем партнерам, а потом эти партнеры пересказывают это вранье своим структурам, что якобы Ружа чем-то там руководит за кулисами. Фактически из этих показаний следует, уже давным-давно, с октября 2017 года, она ничем не руководит. А Константин Игнатов наглым образом совершенно всем врал. Ну, разве что кроме своих родителей, да? То есть здесь как раз прокурор задает уточняющий вопрос. Что еще вы делали, чтобы мошенничество продолжалось? Я выступал на мероприятиях, говорил, что еще поддерживает связь с Ружей, говорил, что она принимает решение. А на основе следующих показаний Константина можно вообще триллер снимать. Ему угрожали убить по телефону. В марте 2018 года его вывезли в пригород Софии, угрожали пистолетом, сломали палец, избили. И угрожали, если пойдет в полицию, отрежут часть тела. Какие-то там товарищи из группировки «Ангелы Ада» вызвали его на душевный разговор в Цюрих. И в ходе этого разговора наставили пистолет, ствол пистолета вставили ему в рот. И, в общем, провели душеспасительную беседу. А теперь, если вспомнить, работал себе Константин водителем погрузчика в компании «Парше» в Германии. Получал 2800 евро, как мы помним из предыдущих показаний. И все у него было нормально. И тут Ружи Игнатова приглашает его работать своим личным помощником. Ну, повысило ему зарплату, он стал получать на 200 евро больше. Там 3000 евро. Потом, правда, еще добавили, да, 3500. И что в итоге получил? И получил в итоге вот эти все приключения. То есть угрозы, избиение, сломанный палец, угроза отрезать часть тела. А еще год в американской тюрьме, пока шло расследование. Ну, как вы считаете, 200 дополнительных евро зарплаты стоили того? Напишите ваше мнение в комментариях. На сегодня это все. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.